Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз. С вами я, Анна Глазунова. Наша команда готова рассказать о главных событиях Казанского Федерального Университета. Итак, сегодня в выпуске. В КФУ выступили с лекциями специалисты из Франции и Италии. Какие продукты могут навредить вашему организму? КАФ в КФУ занимаются повышением нефтеотдачи. 29 ноября в зале попечительского совета состоялось заседание ученого совета Казанского Федерального Университета. На повестке дня стояло 4 вопроса. Особое внимание было уделено конкурсному отбору на должности, а также увековечении памяти выдающихся ученых. Подробности в нашем следующем выпуске. А мы продолжаем. Со скрытыми лекциями перед студентами Института Международных Отношений Казанского Федерального Университета выступили иностранные специалисты. Гости приехали из Франции и Италии, чтобы поговорить на тему отношений к мигрантам-мусульманам. Подробности в нашем сюжете. В Институте Международных Отношений Казанского Федерального Университета состоялся круглый стол будущей интеграционных процессов в контексте миграционного кризиса, отношений к мигрантам-мусульманам и опыт России для Европы. В рамках круглого стола, посвященного проблемам миграции, состоялись открытые лекции от приглашенных иностранных специалистов из Франции и Италии. Профессор Болонского Университета Умберто Мацони рассказал о позиции Папы Римского Франциска к данной проблеме. Рано или поздно всему миру придется решать вопросы миграции, взаимоотношения с исламским миром, мусульманами. Мне кажется, этот вопрос мы сможем попытаться решить через взаимоотношения различных культур, не глобализировать эти процессы, а научиться их решать вместе. А преподаватель из Университета Париж-Нантер Жан Робер Ревио выступил перед студентами с лекцией «Макронизм. Политическое явление». Он рассказал собравшимся, почему так ярко обсуждают президента Франции Макрона, какая это личность и как он отражает ситуацию французского общества. Занимаюсь сравнительной политологией. Я специалист по России. Поскольку я приехал сюда, в Казань, у меня спросили поговорить немножко о Франции. О том, как Франция сегодня выглядит политически, это взгляд изнутри, как французы на это смотрят сами, на свою собственную политическую ситуацию. Совместно с гостем из Франции выступил и российский писатель-фантаст, политолог Кирилл Бенедиктов. Он уже давно занимается историей французской партии «Национальный фронт» и ее лидером Марин Лепен. Студенты, конечно, получат максимум эксклюзивной информации и очень интересный анализ. От не просто специалиста по французской политике, а от человека изнутри французского общества, который уже многие годы занимается изучением как французской политики, так и российской политики. Слушателями стали студенты Казанского федерального университета. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. А теперь к другим новостям. В Куфу завершился бизнес-кейс-чемпионат «Будущие профессионалы». Как проходило соревнование по предпринимательской деятельности, мы расскажем в нашем сюжете. В Казанском федеральном университете прошел финал международного бизнес-кейс-чемпионата «Будущие профессионалы». Всего было зарегистрировано около 45 команд из Татарстана, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и других городов России. Финалистами стали 10 лучших команд. Участники защищали свои кейсы по стратегическому развитию Татарстана в области предпринимательской деятельности, поддержки малого и среднего бизнеса в республике. В этом году мы создали новую историю, площадку для кооперации и взаимодействия разных сфер. И в сфере науки, и в сфере образования, и в сфере целой индустрии промышленности. Участникам чемпионата предоставляется возможность поработать с натриальной задачей в области экономики. Работодатели приравнивают две недели участия в чемпионате к месяцу прохождения стажировок. Это наше второе участие на самом деле в бизнес-кейс-чемпионате. В прошлом году мы не заняли первых, вторых и третьих мест, мы заняли только номинацию, но не расстроились. Будь что будет. В этом году, когда мы узнали то, что будет новый чемпионат, решили также попробовать, почему бы и нет. Следовательно, результаты как-то оправдались. Первое место мы очень рады, и также нас пригласили на стажировку работы без тестов. Это очень и очень круто. Победителям кейс-чемпионата предоставляется возможность пройти стажировку в Министерстве экономики Татарстана, а также победитель чемпионата сможет возглавить региональный проект в области образования в качестве проектного менеджера. Мы то, что мы едим, это, казалось бы, прописная истина, действительно объективно отражает порядок вещей. Какие продукты могут серьезно навредить организму? Об этом наш следующий сюжет. На полках продуктовых магазинов представлен большой и разнообразный выбор продуктов питания. Но в поисках вкусной пищи мы часто забываем узнать о вредных свойствах того или иного продукта. Диетологи предупреждают, зачастую важно не только что ты ешь, а сколько ты ешь. В этом случае даже полезные, на первый взгляд, продукты могут стать вредными и опасными. Понятно, что какие-то, скажем так, вещества, которые в небольших дозах вредны, можно найти в любом продукте. В груши есть формальдедит, в яблоке циановодородная тислота. Где угодно можно что-то найти, что угодно. Но, как я все время говорю, вот и в беседах с вами, и в лекциях, которые я провожу, скажем так, вне университета. Ну, такие лекции общественные, свободные лекции. Опасно не сама по себе формула вещества, опасно не вещество, а опасно то, в каких количествах мы его потребляем. Что касается вредных и полезных продуктов, то здесь речь идет о созданных людьми продуктах, которые не имеют природного происхождения. К такой продукции можно отнести газированные напитки, колбасу, майонез, содержащие транжиры, изделия. В результате излишнего употребления тех или иных продуктов в организме продуцируются дефектные биологические структуры, а итогом могут стать болезни. Свой рацион лучше строить по возможности использовать продукт, прошедший меньшую обработку. Ну, то есть мясо лучше, чем колбаса, мясо приготовленное самостоятельно, лучше, чем там буженина, купленное в магазине. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс. Более 500 специалистов и экспертов в области термических методов увеличения нефтеодачи. Из США, Канады, Дании, России, Китая, Мексики и Турции приняли участие в конференции термические методы повышения нефтеодачи, лабораторные исследования, моделирования и промысловые испытания. Это большое событие для Казанского федерального университета, потому что тема термических методов повышения нефтеодачи была поднята на международном уровне именно в стенах КФУ. В октябре в Юго-Западном нефтяном университете Ченду состоялся третий международный семинар конференции «Термические методы повышения нефтеодачи. Лабораторные исследования, моделирование промыслового испытания». «Два года эта конференция проходила на базе Казанского университета. С каждым годом все больше международных специалистов из университета, из компании принимало участие. Мы поняли, что уже, как сказать, нужно делать это мероприятие еще более масштабным, широким. Мы решили его проводить в разных точках нашей планеты». Это большое событие, особенно для Казанского федерального университета, потому что тема термических методов повышения нефтеодачи была поднята на международном уровне именно в стенах КФУ. В прошлый раз участие приняли 100 докладчиков. «Конференция собрала более 500 участников. Было очень много специалистов из Китая, России, Канады, США, Франции, Дании, Турции и других стран». По количеству докладов университет был на втором месте после Китая. Более 10 ученых Казанского федерального университета представили свои работы в ходе семинара конференции. «Наши коллеги совместно с компанией «Татнефть» в рамках 218-го постановления и других проектов создали нейронную сеть, которая обрабатывает данные с нескольких тысяч скважин и дает рекомендации, как же повысить эффективность». На данный момент приоритетное направление Казанского университета «Эко-нефть» дает ответы на современные вызовы, которые связаны с глобальной энергобезопасностью и ресурсообеспечением в условиях изменения климата, экологических проблем и политической нестабильности на планете для генерации. «До этого у нас было много сделано в лаборатории, много статей, много патентов, но шаг именно на месторождение – это действительно мы считаем очень важным. И сегодня технология уже выходит на реальные месторождения. Конечно, важно, что мы осваиваем цифровые методы в нефтедобыче, с каждым годом все активнее, у нас очень мощный центр моделирования, мы уже перешли действительно к применению искусственного интеллекта в нефтедобыче». Следующая международная конференция пройдет в Колумбии на базе Индустриального университета Сантандера, с которым у Казанского университета имеется соглашение о сотрудничестве при поддержке компании «Экопетроль». Диана Шилова, Универтньюс. Это все новости на сегодня. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока.